Судьба нового Советского Союза под руководством Власова висит на волоске. Российская Республика стремительно набирает силу и готовится к альянсу с американцами. Нам необходимо закончить подготовку и начать военные действия как можно быстрее. В стране доступна реализация достаточно больших проектов, но на них, как всегда, не хватает политвласти. Германия уже пала под натиском Соединенных Штатов Америки, и тем более ситуация приближается к критической. Пришла пора положить конец зарождающемуся туркестанскому эксперименту. Эти антисоциалистические усилия никуда не годятся и оказались губительными для жителей Средней Азии. Итак, пусть пошлют Красную Армию и освободят их души от текущего состояния. Сияющий свет марксизма-ленинизма снова устремится на юг и возвратится, чтобы упорядочить эти мятежные республики. Ох уж не о том, Власов заостряет внимание. Не, совсем не на том. Российская Республика на Востоке – наша главная проблема. А при поддержке Соединенных Штатов Америки с их огромным количеством дивизий доктриной Трумана, мы пойдем достаточно быстро. С нашим поражением в Великой Отечественной войне необходимо задуматься о наших успехах и неудачах, и о том, чем они вызваны. В особенности мы должны смотреть на тех, на кого старое руководство обращало мало внимания, и на тех, кто принес нам повены над фашистским врагом. Наша новая Красная Армия станет одним из героев нашего народа, как прошлого, так и настоящего. Совершенно очевидно, что если уж мы хотим сохранить наш суверенитет, то нам очень нужны реформы армии. Совершенно очевидно, что в данный момент Власов соображает в военном деле куда больше, чем большинство из наших офицеров. Это значит, что именно к нему наше Верховное Военное Командование и обратится за советом. И да, исключая шутки про Власова и Великую Отечественную войну, напомню, что здесь у нас альтернативная история, и Власов никого не предавал, он был сослан в Казань. Хотя то, что он сделал в новом государстве, вполне себе заслуживает расстрельную команду. Итак, собственно, Власов предложил два принципиально разных способа ведения войны. Первый – это асимметричная война, а второй – непосредственный бой с противником в любой доступный момент. И мне кажется, первый вариант будет больше подходить его прошлому, исторической судьбе, а также, в общем-то, действующей реальности. Давайте вооружим лисицей и посмотрим, как они справятся с американскими орлами. И справятся ли вообще, хочется добавить мне, но давайте не будем ухудшать мораль наших солдат. Товарищ Василий Иванович показал на поле боя, что он не новичок в военном искусстве. Его тактика как против финнов, так и против немцев, а также в Казахстане против самозванного правительства показывает, что он военный гений, подобный которому бывает только раз в поколение. Постараемся усилить власть Ракова над созданием новой Красной Армии. Но пока Рака в полной мере использует свой тактический гений, нам с вами необходимо решить, что же мы, собственно, предпринимем в отношении Казахстана. Я думаю, что на данный момент нам нужна территориальная целостность. Возможно, в ближайшем будущем, когда мы избавимся от внешних угроз, мы могли бы провести политику создания автономных республик. Но, к сожалению, на данный момент ситуация не позволяет нам реализовать тот проект, который был бы наиболее предпочтительным. Сейчас нам нужен только единый нерушимый союз. Товарищ Василий Иванович предложил новый план будущего направления Красной Армии. Он выступает за расширение роли авиации, за развитие взаимодействия авиации и армии. Другие же считают, что все, что можно было бы сделать с объединенной ролью армии и авиации, можно было бы лучше выполнить просто за счет увеличения финансирования армии. Получается, Раков считает, что 35 самолетов способны обеспечить нам превосходство в любой войне. Вопрос на самом деле достаточно щекотливый. 35 самолетов не играют особой роли на поле брани. И тут куда более влияет поддержка того варлорда, которого мы в данный момент планируем реализовывать. И коли же мы с вами идем по ветке Власова, то давайте продолжать развивать это направление. Ну и если кто-то из вас играл по другому пути, пожалуйста, отпишитесь в комментариях и напишите, как вам, собственно, другие прохождения. Новая Красная Армия – армия, которая не думает прошлым. Мы работаем в тандеме как с военно-воздушными силами, так и с повстанцами, партизанами и центральным военным командованием, чтобы создать хорошо смазанную машину, которая готова победить не только различные нелегитимные правительства, которые обосновались на нашей дорогой родине, но и фашистского врага. Так восславим же наших героев, а глядя на те варварства, которые Трумэн сейчас делает в Европе, невольно содрогаешься. Что им сделала бедная социалистическая Сербия, которая никоим образом не угрожала гигемогии США в Европе? Становится ясно, что этот массовый ядерный удар – лишь показательное выступление. Демонстрация силы для того, чтобы показать всему миру свою мощь и величие. Товарищ Михаил Николаевич Тухачевский был, пожалуй, одним из величайших военачальников всех времен. Он привел нас к победе в гражданской войне и предотвратил независимость Украины. Он также способствовал модернизации Красной Армии. Огромное количество операций, проводимых партизанами в годы войны, были достаточно успешными благодаря его оперативному вмежательству. Своими собственными руками он поспособствовал нанесению огромного ущерба немцам. Однако он был уничтожен товарищем Стариным по сфабрикованному обвинению в коллаборционизме. Давайте реабилитируем этого тактического и военного гения и используем его доктрины для достижения победы Красной Армии. Что касается бафов для бронетехники, то по исследованиям у нас это все более-менее нормально и продолжает улучшаться. Однако по производственным мощностям все довольно плачевно для того, чтобы создать крепкий танковый корпус. В свою очередь, американцы уже в Архангельске и это очень сильно напрягает как Власова, так и его ближайшее окружение. Согласитесь, у врага все-таки такой достаточно неплохой плацдармчик для того, чтобы наносить ядерные удары по нашей фракции, а мы с этим, собственно, ничего и сделать-то не можем. Единственное, что я надеюсь, это на то, что если мы начнем войну на Восточном фронте, американцы не вступятся, а потом у нас появится возможность как-то улучшить с ними отношения и потребовать эти территории обратно. А с данной целью, конечно, станет достижение какой-то разрядки хотя бы в военном плане и, возможно, демилитаризации, но об этом остается лишь только мечтать. Да и, собственно, на данном этапе игры нам с вами ровным счетом ничего не угрожает. Наша армия уже находится на достаточно сносном уровне, а мы продолжаем расквартировать все новые и новые дивизии. Нам сейчас нужно больше пехоты, больше мяса для того, чтобы покрыть оборону всей нашей страны в случае конфликта. Хотя я сомневаюсь, что это защитит нас от атомных грибов, но хотя бы добьемся того, что наши люди будут чувствовать себя в безопасности, а это уже немаловажный шаг. Заметил я, что у Руа также есть фокусы и мне об этом писали в комментариях, поэтому если вы хотите прохождение за эту фракцию, то пишите и добавим ее в вопрос. Ну и вообще хочется тоже что-нибудь новенькое создать, поэтому комментарии всегда открыты, предлагайте, будем реализовывать по мере возможности. Товарищ Духачевский, безусловно, был революционером в области военной стратегии. Он развивал бесчисленное множество концепций ведения партизанской войны. К сожалению, его тактический гений не всегда находил отклик в сердцах нашего правительства. К сожалению, он не увидит воочию тот триумф, который испытает наша армия, когда его доктрины будут введены в действие. Естественно, мы очистим память о нем и наградим его посмертно. С наземными силами мы с вами более-менее разобрались и, стало быть, пора начинать развитие авиации. Продолжаем сохранять территориальную целостность и на этот раз Узбекистан окончательно и бесповоротно становится частью нашей великой страны. Но вернемся к нашим летчикам. Честь и отвага будет основной принцип, по которым мы будем отбирать этих умелых бойцов. Мы проводим эти реформы в надежде на светлое будущее для нашей авиации. Совсем скоро мы закончим реформы нашей армии и продолжим наши наступательные войны. Партизаны Красной Армии вдохновляются своими товарищами из Белоруссии и Прянска, которые поднялись против немецких захватчиков и продолжают бороться против угроз нашей Родины. Они прокладывают путь в партизанской войне и мы должны стремиться следовать ему в надежде воссоединить нашу страну. Будем прятаться в деревьях, болотах и наносить удары, уничтожая логистику врага и убивая его лидеров. К сожалению, убивать уже некого. Гордый Орел одержал свою победу и теперь главным противником для нас становится его Альянс. Ну и, собственно, у нас достаточно политвласти для того, чтобы начать нашу небольшую победоносную войну. Оборона Таджикистана явно не выдержит нашего натиска, ну а нам с вами нужны новые земли и новые союзники в предстоящих войнах. Это будет одна из тех маленьких войн, которые необходимы нашей стране для окончательного объединения и противостояния всему миру, который ополчился против нас. Ну, собственно, боевые действия закончились, едва ли начавшись, и я думаю, что сейчас как раз-таки было бы неплохо с Кыргызстаном еще разобраться и уже не беспокоиться об этом регионе. Мы должны взять под контроль всю среднеазиатскую степь. Если мы этого не сделаем, то мы всерьез рискуем привести к тому, что начнутся восстания в этом регионе от различных народов, населяющих эти земли. Нам нужно как можно быстрее помешать остаткам туркестанского правительства стоить нам врагом. Ну а параллельно мы полностью укрепляем свои доминирующие позиции в этом регионе. Начинается очередная маленькая победоносная война. И здесь Кыргызстан абсолютно не защищен, нам остается лишь зайти в их столицу как себе домой. Это были две быстрые и легкие победы, но так, конечно же, будет не всегда. Теперь мы с полной уверенностью можем сказать, что одну из проблем мы с вами все-таки решили и можем сосредоточиться на восточных рубежах, что, в общем-то, нужно было реализовать еще очень давно. Начинается национализация земель, бывших под контролем Красного Эмира. Промышленная база здесь определенно небольшая, но и это уже солидный плюс к нашей и без того достаточно развитой экономике. Следующим нашим шагом станет укрепление отношений с Китаем. Конечно, здесь есть два плюса. Во-первых, мы не будем беспокоиться о нападении со стороны их границы. А во-вторых, мы сможем покупать их вооружение, что, безусловно, понадобится нам в ближайших войнах. Ну и, наконец-то, мы можем объявить нашему народу о завершении реформ в нашей армии. Страна будет чествовать своих героев. Конфликт между Раковым и Власовым был давно предрешен, и настала пора решить, кто же, собственно, будет у руля нашего государства. Две стороны этого конфликта не смогли добиться баланса в своих отношениях и победил Власов. Отныне он будет являться единоличным правителем нашей необъятной. Получается, что Раков уходит в отставку. Ну и, собственно, давайте же посмотрим, друзья мои, что мы с вами получаем в итоге. У Власова есть две ветки, по которым может развиваться его новое государство. Также у нас с вами есть выборы. Мы с вами либо дружим с Америкой, либо устанавливаем тёплые взаимоотношения с Китаем. А в плане экономики мы можем либо продолжить социалистическую модель, либо же реформировать её. По идее, фокусы должны быть достаточно интересными, и я надеюсь, что нам с вами хватит времени для того, чтобы полностью их исследовать. Итак, милитаризация нашего общества достигнута. У нас есть хорошая армия, и это значит, что мы можем продолжить расширять нашу с вами страну как на запад, так и на восток. Так давайте же реализуем наши амбиции. Чё-то я достаточно много дивизий развернул за последнее время, и у нас с вами очень сильно стала резаться система снабжения. Забыл я про так необходимые нам поезда, но ничего, сейчас наладим их производство, восстановим систему снабжения, и начнём нашу войну на востоке. Я думаю, что будет логичным шагом сперва нам захватить всё-таки Российскую Республику. Когда наша Родина распалась после поражения в Великой Отечественной войне, многие, кому надоел Лаврентий Павлович, создали собственные правительства, которые быстро распались на свои собственные государства-приемники. Совершенно очевидно, что они предатели, диссиденты и ревизионисты. Но нельзя отрицать, что в то время у них были законные претензии к существующему режиму. Должны ли мы позволить им вернуться в бой, или оставим их за бортом навсегда? Мне кажется, этот вопрос был бы актуален при формировании нового правительства. Ну а сейчас у нас есть более насущные дела, и мы наконец-то объявляем новую войну. Начинается активная фаза боевых действий. Обе стороны конфликта прекрасно осознавали, что война неизбежна. Каждая из них по-своему хотела восстановить нашу Родину и привести к победе одного из варлордов. И как хорошо, что Российская Республика все еще не вступила в союз с американцами, а у них было достаточно времени, чтобы реализовать эту политику. Но теперь, мои друзья, у них нет абсолютно никакой защиты, а это значит, что у нас есть шанс на победу. Мы совершили уже достаточно грамотный прорыв и будем продолжать давить дивизии врага до полной победы. К сожалению, инфраструктура нам активно сопротивляется, а снабжение совсем недавно было восстановлено. Поэтому в этом плане у нас еще есть ряд проблем, над которыми нужно работать. В Новосибирске, старой столице самопровозглашенного Советского Союза, начались судебные процессы над руководством коммунистов, отколовшихся от старой советской власти. Так называемый Союз, который позже распался на три части, был большой занозой в нашем Баку, когда они стремились вернуть себе Россию. Но их армия оказалась недостаточно мощной, и наша Красная Армия одержала победу. Разумеется, мы пытались приговорить лидеров Второго Союза к смертной казни, или по крайней мере к тюремному заключению. Но есть вопрос о вооруженных силах. Некоторые генералы показали себя многообещающими в бою, но существует риск действия этих генералов против нашего правительства. Что же мы должны предпринять в сложившейся ситуации? Идет война, и Власов не готов рисковать своими позициями. Он решает разобраться с нелояльными ему генералами, тем самым повышая стабильность нашего общества и свою политическую силу. А наша гордая армия в то же время продолжает давить противника. Некоторые из его войск уже были заперты в котле и рано или поздно будут уничтожены. Но основные силы все еще сохраняют боеспособность. Но мы уже перешли Рубикон. Власов понимает, что врагу осталось совсем недолго и начинает праздновать победу. Он лично возглавляет атакующий кулак, готовый покончить с неприятелем. Наш прорыв был лишь вопросом времени. И сейчас первостепенной задачей нашего военного командования является рассечение вражеской армии на две или более составных частей, а также прорыв к столице врага. Этот план достаточно легко реализуем, учитывая то, что у нас численное преимущество. По пути к Владивостоку мы будем захватывать как можно большее количество мелких городов, приближая капитуляцию неприятеля. Мы разрываем его систему снабжения и лишаем противника подкреплений. Теперь столица врага практически не защищена и мы можем завершить наш план атаки. Если честно, друзья мои, я ожидал достаточно серьезного сопротивления со стороны нашего врага. Все-таки, когда я играл за социал-демократов, у них была достаточно неплохая армия, а также достаточно неплохой танковый корпус для прорыва основной линии фронта. Учитывая то, что здесь республика решила пойти по пути либерализации, мне кажется, Соединенные Штаты должны были там достаточно много ленд-лизов-то накидать. Что ж, вот значит, такими вот ненадежными союзниками они оказались. И теперь наблюдают за нашим триумфом со стороны. Хотя, по сути, мы по-прежнему не представляем для них ровным счетом никакой угрозы, учитывая то, что у нашего врага есть ядерное оружие. Ладно, в любом случае, эту войну пора заканчивать. Нам остается занять всего лишь несколько провинций. Враг отступает от столицы и безоговорочно капитулирует. В результате его капитуляции мы получаем на самом деле не так что и много. Ну, помимо земель, конечно же, земли здесь достаточно обширные. И теперь у нас появляется выход к океану. Мы, наконец-таки, можем подумать о создании флота. Зараза, они даже Курилы не потребовали. Что за люди-то такие? Мне кажется, требование Курилы – это первый шаг на пути к их безопасности. Но, судя по всему, республика решила по-посту продать свою честь и земли. Пришла пора навести порядок на Дальнем Востоке. Мы с вами помним, как эти земли раздирались многочисленными группировками и различными политическими силами. Если мы не наведем здесь порядок, то этот регион станет новой пороховой бочкой, а также колыбелью для новой революции. Как бы то ни было, судьбу Владивостока нужно решить как можно быстрее. Ну, а мы с вами начинаем готовиться к новой войне за контроль над западным регионом. Эти воины обещают стать легкими прогулками, разве что Московская Красная Армия и Руа, возможно, смогут оказать нам какое-то сопротивление. Но пока они поддаются между собой, их сила – достаточно спорный вопрос. Как всегда, я благодарю всех и каждого из вас за просмотр, лайк, подписку и комментарий. Предлагайте свои идеи, залетайте в мой Дискорд, пообщаемся и обсудим существующие реалии Хойки. Как всегда, у микрофона был маловаргейминг, играйте только в хорошее, до новых встреч, пока, товарищи комрады.